Егор Борисов задает новый вектор развития региона. Завтра, 22 ноября, в 12 часов, руководитель республики огласит ежегодное послание госсобранию, общественности и всем жителям республики. Каждый год он объявляет приоритетные направления развития, ставит новые задачи перед правительством и парламентом. Этот документ имеет стратегическое значение и затрагивает жизнь каждого жителя региона. О реализованных направлениях прошлогоднего послания и прогнозах предстоящего документа расскажет Любовь Васильева. Каждый год глава Якутии перед руководством и населением республики ставит приоритетные задачи развития региона на предстоящий год. Егор Борисов лично следит за исполнением всех пунктов. По итогам прошлогоднего послания был издан ряд стратегических указов главы республики для социальной поддержки граждан, итоги которых уже ощутимы. Как примеры можно привести повышение зарплаты бюджетников, поддержку малого-среднего предпринимательства, развиваются территорией опережающего развития. Был создан единый бренд «Сделано в Якутии». С каждым днем все больше производителей подключаются к этому проекту, а население имеет возможность приобрести качественную местную продукцию. Во всех учреждениях здравоохранения внедряют проект «Вежливая медицина». Очень хорошо, как бы очереди нету, комфортно. И то, что в городе, так бы комфортабельно ездить, добираться. Проведено много работы по привлечению финансовой помощи для малого бизнеса. Это касается не только наших резидентов, но и, в общем-то, сторонних предпринимателей. На финансовую помощь какого рода это гранты, это субсидирование понесенных затрат, это привлечение микрозаймов от фонда поддержки предпринимательства. В этом году общественность республики ожидает, что послание также положительно повлияет на качество жизни населения. Сейчас в целом по стране идет политика повышения эффективности бюджетных расходов. Я думаю, что как раз-таки Егор Афанесич будет особое внимание уделять этой теме, в частности, именно справедливого соотношения между социальными расходами и второстепенными расходами, такими как, например, приобретение каких-то роскошных товаров и так далее. Глава Якутии в прошлом году поднял вопрос об ответственности крупных недропользователей перед регионом. Одним из главных направлений взаимосотрудничества является трудоустройство местных кадров. Общественность надеется, что вопрос работы с промышленными компаниями будет ключевым и в новом послании. Сегодня эти компании работают в режиме максимального благоприятствования со стороны республики, но трудно сказать, получаем ли мы ту же отдачу. То есть и хотелось бы увидеть ответные действия и ответные вложения со стороны этих компаний. Сейчас, тем более, предпосылки к этому есть. В Ултумене разрабатывается законопроект об ответственном природопользовании, но в текущей редакции он довольно беззубый. Хотелось бы, чтобы этот закон стал законом прямого действия и более жестким по отношению к недропользователям. Какой тонн на будущее развитие задаст Егор Борисов, якутияне узнают завтра. Церемония восьмого послания будет транслироваться в прямом эфире в полдень. Также выйдет в записи в вечернее время на телеканалах НВК Саха и Саха-24 радиоэфире. Любовь Васильева, Владимир Таюрский, Сарглана Федорова, НВК Саха, Якутск.